Под заголовок. Мечта Боруха о собственном доме. От него им нечего было скрывать. Многие Нисторы сами открывались ему или же выдавали себя своими разговорами на темы Торы или даже на житейские темы. Борух поэтому очень многому у них научился. А возможно даже, что через этих Нисторов до него тогда уже дошел хасидизм самого Баалшемтова. Борух обслуживал многих Нисторов и выполнял различные их поручения. Были гостеприимны. Только почтенные гости, раввины, магиды и посланцы, известные своей ученостью и красноречием, исполнители различных почетных поручений, могли найти приют и стол в частных домах. Что же касается людей бедных, отверженных, никому неизвестных и ничем по виду не отличающихся от обычных попрошаек, то они были предоставлены самим себе, никем не замечаемые. Никто им не предлагал ночлега и никто их не приглашал к себе отобедать. Те странники, которые побирались по домам, обеспечивали сами себя подаяниями, что им посчастливилось насобирать. Иногда какая-нибудь сердобольная еврейка подносила такому бедняку тарелку супа, а иногда и полный обед. По субботам становились бездомные странники у дверей синагоги и выходившие из нее евреи приглашали их к своему столу. Но те нистеры, которые внешне выглядели простыми странниками и при этом никого не утруждали и ни у кого ничего не просили, зачастую просто голодали. Борух все это хорошо знал и поэтому мечтал о времени, когда он сможет открыть свои двери именно перед такими нистерами. Он очень хорошо знал, как бы он им угодил уже одним тем, что предоставил бы ночлег и стол, немного горячей похлебки, чтобы обогреть их и вдохнуть немного жизни в их многострадальные сердца. Борух мечтал, что Всевышний благословит его когда-нибудь собственным домом, где он смог бы принимать гостей, как это подобает гостеприимному хозяину. Это должно было, конечно, случиться после того, как он будет уже женатым. Но ведь тогда это будет целиком зависеть от его второй половины, от хозяйки дома. Согласится ли его будущая жена сделать их дом открытым для таких гостей? От Всевышнего зависит, чтобы ему досталась жена, которая будет одного с ним мнения во всем. Борух хорошо знал, сказанное нашими мудрецами, что женщины вообще-то неодобрительно смотрят на дело гостеприимства. Боруху часто приходило на ум сказанное Раши о нашей праматери Саре. Даже она не полностью разделяла добросердечность своего мужа Аврома и его готовность приютить и обслуживать гостей. Когда Авром просил ее однажды испечь для странников лепешки из муки тонкого помола, то Сара, по словам Раши, сказала на это, что хватит и простой муки. Вот почему свое сватовство с дочерью Рава Аврома Борух с самого начала обусловил наличием отдельного дома, который Рав Авром должен был построить, чтобы ему не пришлось жить совместно с родителями жены. При этом Борух объяснил смысл данного условия. Он хотел иметь собственный дом, чтобы принимать там гостей по своему желанию. Раве Авром сразу же согласился с этим требованием Боруха. Но Боруха это все еще не удовлетворило. «Вам придется, Раве Авром, переговорить с вашей дочерью», – сказал Борух будущему тестю. «Она также должна согласиться с тем, что наш дом будет всегда открыт для странников, потому что весьма многое будет зависеть от нее». И на это дал Рав Авром свое согласие и обещал Боруху выполнить его просьбу. При этом он добавил, что зная ее доброе сердце, он может заверить, что она будет рада сделать их дом приютом для гостей. Еще два условия поставил при этом Борух. Первое, что он отказывается принимать от Рави Аврома какое-либо приданное и свадебные подарки. И второе, что сразу же по истечении свадебной недели он с женой оставляет дом тестя, чтобы жить отдельно и собственным трудом. Его жене придется довольствоваться тем, чем благословит их Всевышний, не ожидая помощи от отца или от кого бы то ни было из членов семьи. Рави Авром согласился и на это, и сватовство состоялось. До заключения формального акта сватовства в Лиозно прибыли сестра и тетя Боруха, чтобы повидать невесту и переговорить со сватами обо всех деталях. Они уже точно знали, каковы желания Боруха и как он мыслит устроить свою жизнь после свадьбы. Борух во всем положился на сестру и тетю. Он им объяснил, что одним из основных мотивов, побуждающих его породниться с раби Авромом, является то, что Рав Авром занимается земледелием. Борух намеревается последовать примеру будущего тестя и тоже заняться земледелием. Поэтому сестра и тетя Боруха хотели, чтобы Рав Авром обязался построить для Боруха дом и обеспечить его участком земли с тем, чтобы Борух мог тоже заняться земледелием. Делом, которое он изучил у него же, у Рава Аврома. Раби Авром согласился с этим и тут же указал родным Боруха на район, где он намерен купить землю и построить дом для будущего зятя. Этот участок находился в нескольких верстах от Льозна. Обе женщины были довольны. Им также очень понравилась невеста Ривка. Счастливые они вернулись в Витебск. Теперь осталось только ждать приезда Рава Аврома в Витебск и можно будет справлять помолвку. Это произошло через две недели. Согласно условию, Боруху была предоставлена возможность продолжать учебу в Яшиве в течение года до свадьбы.